Ииии всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик, зашел вот тут в игру, такое вот оповещение появилось супер бомбическое, даже при входе в игру о новостях каких-то сообщают, нифига себе, вот это прикол. Немножко отошел я конечно же от темы, сегодня у нас новый интереснейший видеоролик, который будет связан с нашим, наверное теперь уже стандартным для меня дроном штурмовик. Многие ребята спрашивали меня, почему ты используешь именно его, расскажи немножко больше, я сказал, что я запишу определенный видеоролик, в котором попытаюсь рассказать все то, что связано с ним, рассказать в чем его прелесть, где он нагибает, как нагибает, за счет чего, ну и как его конечно же лучше использовать. Ну а перед тем, как я начну все это дело конечно же рассказывать, я бы вас хотел бы попросить поставить лайк на данный видеоролик, если вам вообще нравится тематика наших видосов, которые выходят в последнее время, которые связаны со всеми имбовыми вещами в игре, то есть какие-то имбовые вооружения, которые у нас появляются, устройства. Если вам заходит вся эта тематика, то обязательно прямо сейчас поддержите меня своим царским нагибаторским лайкосом, ну и если ребят не подписаны на канал, конечно же тоже не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Сегодня у нас тема штурмовика, одного наверное из самых стабильных дронов у нас в игре, и ни для кого не секрет, что для меня это был первый дрон, который я сам купил. Да, в один тайминг я прокачал и штурмовика, и прокачал именно таки десантника, если я не ошибаюсь, именно такой дрон у нас, который дает фулл расходку, имелся у меня. Да, я сначала сравнивал данные два дрона, думал какой из них лучше брать, с каким лучше нагибать, но спустя наверное какую-то неделю я понял, что десантник это явно не тот дрон, с которым можно будет нагибать, и тогда уже целиком и полностью начал играть онли на штурмовике, и до выхода бустера у меня вообще не было никаких сомнений о лучшем дроне в игре, даже когда у нас там появлялись новые уже какие-то подрывники, еще какие-то новые даже те же диверсанты появлялись, у меня все равно в голове была мысль то, что лучше штурмовика дрона стопудово нету. Но когда появился бустер, я понял, что за счет него можно забирать дополнительный опыт, фраги, и если честно, да, в какой-то степени с ним было даже проще играть, но в то же время штурмовик оставался, наверное, самым стабильным дроном, повторю я данное слово, наверное, в данном видеоролике еще несколько раз, потому что оно целиком и полностью характеризует то самое состояние данного дрона у нас в игре. Он стабилен при любом формате, при любом моменте в игре, и до сих пор с момента его появления он не менялся, он не нерфился, его не меняли, он как был тем самым стабильным дроном у нас в игре, так он по сей день им и имеется. Поэтому после того, как бустер ушел на нет, наверное, да, у него нерфанули время его действия, то есть с 5 секунд фулл прокачки до 3, я вернулся к своему старому любимому штурмовику и считаю, что сейчас его использовать куда выгоднее. Даже в то время, когда бустер нагибал, спокойнейшим образом можно было использовать данный дрон. И зачастую ребята из моей команды использовали именно такие его, и по сути у них получалось даже в каких-то моментах лучше, чем у меня с бустером. Потому что, когда вы имеете постоянно фулл расходку при захвате, например, там вражеской базы, я имею ввиду, если вы контролите рез противника, и за счет этого отыгрываете, что является немаловажным фактором при использовании данного дрона, вы спокойнейшим образом, занимая вражеский тыл и постоянно уничтожая противника, можете контролировать не только рез, ну и при этом, сохраняя у себя полное количество здоровья, если правильно и грамотно прожимать аптечки, ну и за счет данного дрона у вас постоянно будет ваша фулл расходочка. Поэтому, если у вас получается держать тайминг, условно говоря, 20-30 секунд кулдауна ваших ремкомплектов, то вы спокойнейшим образом там 2-3, может даже 4-5 минут можете спокойно находиться на вражеском респе. Ну, конечно, если команда более грамотная и вас постоянно фокусит, то довольно-таки долго у вас там не получится держаться, но хотя, смотря как играть, смотря как играть, возможно, в каких-то моментах у вас будет получаться это делать довольно-таки грамотно. Теперь вернемся к нашему сочетанию, которое я использую в последнее время. У нас был определенный уже видеоролик, который был связан с Викинга, вернее, не с Викинга, а с Хорната Рикошетом, на котором я сейчас нахожусь. Конечно же, данный Хорната Рикошет я использую с устройством Берсерк, и ко всему этому у нас имеется сейчас на мне дрон-штурмовик. С помощью данного вооружения, если вам повезет и у вас получится занять вражеский респ, вы будете постоянно уничтожать противника, тем самым продлевая себе расходку и продлевая себе полный баллон, потому что Берсерк перезаряжается, можно так сказать, восстанавливает себе полный баллон, после того, как вы уничтожаете противника. Тем самым при контроле респа вы можете спокойнейшим образом иметь постоянно фулл баллон, то есть вот зажали пробел и постоянно накидываете по противнику, у вас там, ну, грубо говоря, твинс, только который наносит больше урона, еще от которого там, ну, грубо говоря, в нормальных катках даже резиста не будет. И с фулл расходкой спокойно растягиваете любого противника. Да, в данной катке у меня особо тут ничего не получается, потому что я больше балаболю, меньше прожимаю овердрайвов, потому что за счет именно данного овердрайва также можно спокойнейшим образом залететь куда-то в тыл и больше уже понакидывать противнику, понагибать его тем самым. Поэтому давайте сейчас переместимся в новую каточку и уже с более разговорного видеоролика я попытаюсь вам показать, насколько грамотно можно использовать данное не только вооружение, но и сам дрон. Потому что многие ребята после того, как нерфанули бустера, говорят такие вещи, то что, блин, я столько времени качал бустера, потратил на него большое количество кристаллов, а его взяли и занерфили. Вот такие вот разработчики, которые просто, можно так сказать, грубо говоря, меня обломали. И я не могу не согласиться с данными ребятами, потому что, по сути, они целиком и полностью будут правы, потому что, ну, ты качаешь дрон, который реально нагибает, и его просто нерфят. И ты думаешь, блин, а нафига мне тогда вообще эти дроны? Но я вам скажу, что не стоит отчаиваться. И если у вас вдруг есть уже штурмовик, либо же его нету, то это тот самый дрон, который стоит прокачать. И более чем я уверен, что данный дрон никто не будет нерфить, потому что он довольно-таки грамотно сбалансирован, да? Как бы это смешно не звучало, он реально сбалансирован у нас сейчас в игре. И сказать то, что есть какой-то дисбаланс за счет него, то есть он там, например, люто как-то сверх нагибает, и из-за этого там невозможно уничтожать противника, нет. Я точно уверен, что никакого дисбаланса с ним нету, поэтому вы можете спокойнейшим образом потихонечку на МПК, например, там на скидках по шажочку качать его, и иметь у себя в арсенале довольно-таки интересный и грамотный дрон. Сейчас у нас в катке имеется 5 резистов от меня, от рикошета, но я думаю, что я сейчас не буду отчаиваться, попытаюсь захватить базовую точку и уже отправиться к вражескому респу. Понимаю, что наша команда начинает чересчур жестко сливать, я надеюсь, что они сейчас разыграются и хотя бы начнут двигаться по карте более грамотно. Ну а я отправлюсь куда-нибудь на респ, потому что у меня сейчас есть и овердрайв, и фулл расходка, которую мне дал наш любимейший дрон-штурмовик, и я попытаюсь уже за счет этого как-то пожить, пожить. Если мне это удастся, то будет довольно-таки грамотно. Поэтому давайте здесь забираем аптечку, прожимаем овердрайв. Немножко, конечно, меня здесь жига подкосила. Надеюсь, что я здесь сейчас от этого горения не сольюсь. Если я останусь в живых, то можно будет попробовать здесь немножечко урон понакидывать. Офигеть, на 0 хп остался. Просто на 0 хп, и сейчас это может сыграть, конечно же, мне на руку. Одного я уничтожил. Сейчас до аптечки есть еще дожить. А вон там еще аптечка есть. Блин, совсем глупо, наверное, получается то, что у нас сейчас команда не может захватывать точки, потому что, по сути, если я сейчас займу данную позицию вражеского респа, да, я видел, что сейчас у нас будет на карте золотой ящик, то я смогу на себя отвлекать как минимум 3-4 танка. А если я смогу отвлекать на себя 3-4 танка, это значит, что нашим ребятам будет намного-таки, намного-таки проще захватывать точки. То есть полкоманды будет отвлекаться в никуда, плюс еще кого-то я буду уничтожать, и это будет довольно-таки грамотно. Поэтому давайте попытаемся все же заняться этим делом, больше троллить противника, нежели захватывать точки. И, возможно, за счет этого мы в дальнейшем выиграем данную каточку. Я надеюсь, что у нас все получится, поэтому давайте сейчас для начала сольем данного парня. Блин, ну вот, конечно, у вас по фриз шоковая заморозка, это, конечно, не совсем приятная тема, когда тебя вот так вот просто в наглую начинают морозить, и ты, по сути, даже не можешь как-то быстро ничего развернуть. Ну ладно, здесь я как бы выжил. Блин, тут хантер, конечно, с резистом 50%. Вот это, конечно, немножко печальная вещь. Еще у меня баллон закончился, мне бы продлить его как-нибудь. Блин, жалко, слили. 6-3, хорошо, окей, наши ребята точки уже более грамотно начинают забирать, но мне остается только каким-нибудь магическим образом сейчас подобраться вот, например, в эту зону. Надеется, что мне сейчас не прилетит большое количество урона, я быстро просто за счет овердрайва уничтожу здесь двоих. Так, вот этого третьего мы тоже, конечно же, здесь заберем, пока он там едет. Думаю, что его аптечка спасет. Ну да, держи в курсе, как говорится. Так, 4 танка уже на резп ушло. До пятого я не дотягиваюсь. Ну и теперь пора уже отправляться на вражеский резп. Не знаю, зачем мне нужна была здесь ДАшка, потому что у меня есть штурмовик. Вы видели только что, я забрал килл. У меня продлился... Породлилась нарка, моя любимейшая, и спокойнейшим образом начинают противники уходить на резп. А наши ребята, я смотрю, уже начинают контролить точки. Так, я давайте, наверное, перемещусь сейчас на левый фланг, потому что здесь есть данная аптечка. Наверное, не совсем грамотно я ее здесь забрал, потому что нужно было это сделать, дабы она не досталась противнику. Но все же у меня получилось здесь реализовать эту позицию, но рельса, конечно, шальная прилетела, не прилетела бы рельса. Я думаю, что я бы успел бы прожать овердрайв, аптечку и еще бы отыграть на данной позиции довольно-таки продолжительное время. Но сейчас у нас совсем другие цели. Нужно быстро уничтожать здесь левого фланга противника и пытаться уже врываться с левого фланга. Блин, начинает очень много урона мне прилетать. Еще Хантер с овердрайвом, блин, жалко. Жалко, в пустую овер просрали, можно так сказать. Две минуты у нас до конца остается. И сейчас, наверное, самый той тайминг, когда все же мне стоит отправиться на правый фланг и занять вражеский респ. Это, наверное, самый такой переломный момент на данной карте. И сейчас от правильных моих действий, может быть, будет зависеть исход данного матча, если у меня получится занять довольно-таки грамотную позицию. Пока идет все довольно-таки неплохо. И вот сейчас, если бы у меня был бы, наверное, овердрайв, это был бы лучший тайминг. А вот респ у вас по фреза, это явно не что-то хорошее. Но давайте, 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 добирать, добирать, добирать. Есть, хорошо. Это очень хорошо, что я его сейчас слил, и он не успел меня закрутить. Потому что если бы он меня закрутил, блин, Викинг Гасмока с овердрайвом, было бы, конечно, все намного хуже. Вот даже уже страйкер отвлекается. Три танка на себя я отвлек. Это довольно-таки было грамотно, но наши ребята почему-то не захватывают у нас точки. И это, если честно, очень-очень-очень даже печально. Там четыре танка, я смотрю, катаются по центру. Здесь у нас какой-то профессиональный игрок пытается разобрать со своей приваренной башней 50-процентного хантера. Давайте я попробую здесь хотя бы вот так сделать, добить данных двух игроков. Было бы неплохо, конечно, если бы я успел бы еще аптечку прожать и слить бы вот этого Викинга Страйкера с устройством Охотник. Но дела, наверное, сейчас довольно-таки печально у нас для команды происходят. И было бы неплохо сейчас попробовать здесь сыграть очень аккуратно на 40 секундах до конца. Прожать ДДшку, прожать овердрайв. У меня аптечка имеется. И можно быстро сейчас здесь уничтожать противника и пытаться захватывать данные точки. Одну я здесь заберу. Быстрый бы урон бы туда бы. Но противник уже откатывается. Вот у вас по фреза я здесь явно не ждал. Ну ладно. Здесь мы его также грамотно забираем. Рельса сейчас прилетит. Хорошо, не прилетает рельса. Чуть-чуть бы поконтролить бы центр. Если бы наши ребята здесь еще бы на него выдвинулись. Было бы куда бы более грамотно. Но надо, надо, надо хотя бы зацепить бы эту точку. Блин. Обидно, досадно, что не получилось выиграть данный бой. Но я думаю, что принцип работы и более успешных движений с данным дроном вы поняли. Какой-то вот такой вот полуразговорный и полуигровой видеоролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно, ребята, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока.